Всем привет! Получил сегодня долгожданную посылочку с проектором. Это у нас проектор от компании Xiaomi, точнее от суббренда Xiaomi OneBoo T2 Max. Именно Max, потому что это расширенная версия. Приходит посылка вот такой упаковки. То есть, я так понял, упаковочку просто залепили скотчем. Давайте мы ее распечатаем, посмотрим, что внутри. В принципе, здесь все надежно довольно упаковано. Просто вот лицевая именно упаковка почему-то залеплена скотчем. Здесь такая вот воздушная прослойка, которая хорошо... А, это не лицевая. Это просто упаковка даже фирменная. Даже упаковка и то фирменная. Так, вот сама упаковка этого проектора. Компания OneBoo. Ранее уже такой проектор был, но там, по-моему, было меньше разрешения, меньшая яркость. Здесь уже это как бы все обновили. Здесь это новая версия. Так, давайте мы ее откроем. Кстати, вот данные этого проектора. Сколько он весит, какие размеры, какая модель. Это 2M+, как видите. Давайте откроем. В общем, посмотрим на эту новиночку. Открывается вот так. В принципе, тоже довольно презентабельно все. Так, это поролончик. Опять же, хорошо все упаковано. Вот, это, кстати, китайская инструкция. Здесь нет, к сожалению, английского. Да, нет. Сам проектор. То есть, вы поняли, упаковка. Потом воздушная прослойка. Потом коробка. Упаковка еще одна с поролоновой вот такой ставкой. Проектор, в принципе, надежно упакован. Повредиться не должен. Конечно, если под пресс какой-то не подставить. Так, это все похоже. Это на дне у нас аксессуары. Аксессуары. Что здесь есть? Это пульт изоляционного управления. Такой, в принципе, простенький пульт, но довольно симпатичный. Здесь текстурная поверхность. Проверительные кнопочки софт-тачевые. Минималистичный дизайн. Питается пульт от двух батареек типа 3А. А в комплекте батарейки, как обычно, не идут. Выкупайте отдельно. Так, это у нас силовой кабель под наши розетки. То есть, без заземления. И блок питания к силовому кабелю. В принципе, в комплекте больше ничего нет. Хотя в таких проекторах часто, вот маленьких, компактных, обычно такая всегда комплектация. Так, сам блок питания на 3А, 19В. Это на выход. Так, надеюсь, вам видно блок питания со стандартным стекером. Все, это в сторонку. Давайте к самому проектору перейдем. Сам проектор довольно, в принципе, можно сказать, легкий. Здесь защитная пленочка. Пока не буду снимать. Это глянцевая поверхность. Она сильно лапается. Просто его для себя не буду использовать. Пусть пока-то пленочка повисит. Здесь можно регулировать фокус. Здесь нет крышки. Это недостаток сразу. Первый, можно сказать. Здесь два динамика по сторонам. Здесь радиатор. То есть, оттуда выдувает теплый воздух. Здесь указан бренд. Ван Бу. И на нижней стороне. Здесь у нас четыре пройденные ножички. Указано, что за модель. Т2 Макс. И 6-миллиметровый разъем под штатив. То есть, к примеру, можно поставить этот проектор на штатив или подвесить на потолок. На задней стороне. Здесь такая просто вентиляция. Просто вентиляция. И несколько разъемов. Разъем под питание. Разъем USB. Один HDMI разъем. И разъем под наушники. По разъемам больше здесь ничего. Кнопка включения разве что сверху. Можно включили. Выключили. В этом проекторе заявлено, что здесь яркость 250 ANSI Lumen. В предыдущем было 150, насколько я помню. И здесь родное разрешение Full HD. С возможностью воспроизвить 4К. 24 Гц или ниже. Также здесь указано, что здесь есть встроенный Android. Это потом проверим в видеообзоре. Это пока что была просто видеораспаковка. Для того, чтобы показать в каком виде приходит товар. От какого продавца. Кстати, приехала она мне за 3 недели. Довольно быстро. Из Китая. Учитывая то, что творится сейчас в мире. Есть также поддержка AGR10. Два динамика по 3 Вт. Также имеется цифровая поддержка 4-точечной трапеции. Плюс-минус 40 градусов. В общем, все это более подробнее покажу в видеообзоре. Дождитесь обязательно в видеообзоре. А пока что на этом будем прощаться. До скорых встреч. Подписывайтесь, как обычно. Ставьте пальцы вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok